Торжество демократии. Именно так охарактеризовала мировая общественность голосования на Украине. Накануне там прошел второй тур президентских выборов. По итогам подсчета более 95% бюллетеней Владимир Зеленский набирает больше 73% голосов избирателей, а действующий президент Петр Порошенко больше 24%. Но официальные данные ЦИК опубликуют только 30 апреля, после того, как подсчитают все бюллетени. С блестящей победой Владимира Зеленского одним из первых поздравил американский президент Дональд Трамп. Затем бывший президент Украины Виктор Янукович, председатель Евросовета Дональд Туск и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравлять Владимира Зеленского не стал, зато дал советы, как ему себя вести на посту президента Украины. Оппонент Зеленского, нынешний глава Петр Порошенко, признал поражение сразу после закрытия избирательных участков в 20.00. Владимир Зеленский, сыгравший президента в популярном украинском сериале «Слуга народа», не имел опыта политических выступлений до начала предвыборной гонки. Он пообещал держать прозападный курс, а также заверил инвесторов, не предлагая, правда, конкретных планов, что будет продвигать реформы, бороться с коррупцией и держать экономику, привязанной к кредитной программе Международного валютного фонда. Он пошутил, что группа «Квартал-95», как феномен и лидер, которой он прославился и стал известен большинству украинцев, теперь может называться «Квартал-73» по доле голосов, которые ему дали первые экзит-полы. Поблагодарив всех украинцев, которые поддержали его, он пообещал, что не подведет и обратился к соседним постсоветским республикам, где власть не меняется десятилетиями. Подивиться на нас. Посмотрите на нас. Все возможно. Тем временем Юлия Тимошенко уже потребовала распуска правительства Украины. Третья в списке кандидатов на пост главы государства выразила нежелание ждать еще полгода. По ее мнению, необходимо сформировать новый кабинет министров сейчас. Кстати, глава Львовской области Олег Синютко ушел в отставку сразу после победы Зеленского. Это единственная область, где во втором туре победил Порошенко. Окончательные итоги выборов ЦИК обещает опубликовать 30 апреля.